Познакомилась я как-то раз в интернете с молодым человеком. У нас сразу завязалась непринужденная беседа, и довольно быстро он позвал меня на свидание. Я выбрала ближайший к дому ресторанчик, пришла туда в назначенное время, сижу, жду. Он мне пишет, я задерживаюсь. Проходит 10 минут, он снова пишет, я задерживаюсь. Через 20 минут я уже злая, мне просто уже интересно, что же там такое ко мне опаздывать. Через 40 минут он заявился. Он, кстати, не извинился за опоздание, но при этом мы полтора часа проболтали. Он показывал видео, оказывается, он был и продюсером, и видеооператором, и актером. Он был тренером по танцам. И вроде бы все было хорошо, но что-то мне не давало покоя. Я сидела, слушала его, думала, в чем подвох? Почему какой-то вот остается такой тревожный осадочек после общения с ним? В конце встречи я поблагодарила его за свидание, ушла домой и не успела я заварить чай, как он мне написал. Спросил, как мне понравилась встреча, и хочу ли я встретиться с ним еще раз. Я честно ему ответила, что мне кажется, что я не тот человек, который сможет составить ему достойную пару. Друзья, я открыла ящик Пандоры. Что на меня повалилось в переписке? Ты грешная, ты бракованная, потому что у меня есть ребенок. Таких, как ты, твою дочь надо истреблять. Короче, я его забанила.